теперь перейдем к интересной части нашего доклада но я понимаю мне по самому было скучно сидеть слушать но у нас половина зала даже большая часть зала никогда с реактивностью не работала потому познакомить хотя бы надо потому что сейчас будет куча кода я конечно буду его объяснять буду показывать интересные анимации как данные будут идти но все равно вам надо базу понимать и зачем это вообще нужно такие предыдущей части мы снова напомню способ посмотрели на реактивные системы на реактивное программирование разделили эти две части эти два подхода и теперь мы позируясь на наших знаниях по построим как бы реактивную систему мы не совсем построим мы три фактор им когда я брал когда искал для своей своего доклада какую-то какой-то пример у меня был наболевший сервис на моей работе который был полностью не реактивный просто противоположность к реактивности и я следующий пример для рефакторинга взял из своей жизни своего рефакторинг как бы со своего реального проекта и немного завуалировал потому что это естественный бизнес и решил вам как бы предоставить показать так в общем что мы будем как бы делать сегодня мы будем рефакторить рефакторить приложушку написанную на спринге это чат-аппликейшн который позволит нам как-то получать из какого-то источника данных последние сообщения как бы основная функциональность это получение коммуникации с гитр-чатом в первую очередь кто не знает что такое гитр кто не слышал никогда что такое гитр окей большая половина зала гитр это как бы сервис который позволяет вокруг вашей гитхаб репозитория создать чатик ну вы например создали успешный проект хотите чтобы комьюнити подключалась как-то обсуждала ваш код решение вашу архитектуру задавала вопросы то есть была очень быстрая коммуникация и гитр-чатом в один клик создать вокруг ваших репозиторий чат которым будут приходить народ и что-то обсуждать оба это вот мы будем использовать функционал и 5 такого сервиса мы будем в нашем сервисе ввести определенную статистику по наиболее как бы популярному пользователю активному и показывать дополнительные дополнительные такие фичи на своем юайе перед тем как пока перейти к демонстрации приложушки вообще юайки я попрошу вас перейти по ссылке и зайти в этот чат я создал специально отдельную комнату для нашей логика морлинг и потом потребуется ваше как бы взаимодействие и ваша помощь для демонстрация там для того чтобы залогиниться в гитр можно залогиниться через github аккаунт если у вас есть либо через twitter снова же если у вас есть если нету то вы так не получится быстро в один клик окей как минимум на своем телефоне я точно зашел вот такая вот как бы это такая приложушка веб-сайт очень похож уже даже люди начали писать подождите сейчас я тогда перейду сайта если уже все кто хотел зашли и будем смотреть на нашу дамку окей вот наше приложение вот уже тут даже кто-то пишет а сейчас окей там должно быть название room и логика реактив логика морлинг по этой ссылке там она когда вы открываете перейдете по этой ссылке сразу откроется окно чат и вам надо будет залогиниться верхней части немного расскажу про наш яй верхней части экрана у нас есть статистика по пользователям вот это наиболее активный пользователь в текущий момент и справа должен появиться наиболее упоминаемый пользователь то есть например мы можем написать что-то типа андрей ирмар и и и мая шо изменаетесь давайте я себя напишу то наверняка точно что-то поменяется допустим вы верите мне она будет работать двигаемся дальше увидели что это приложение работает возвращаемся к презентацию и и смотрим как бы из чего это как это приложение на чем оно основано в основной стак данного приложения входит spring и вся его начинка у нас есть spring framework четвертый у нас есть модули spring mvc spring data gpa и и все это дело еще улучшается spring бутом версии 1.5 плюс чтобы убедить вам убедить вас что это именно так я перейду сейчас к окошку логов и покажу что вот версия spring hive правду точнее это spring бутовое приложение основано на 5 на четвертом спринге запускается она на том кете вот на том кете то есть это стандартный наш стек который мы используем в нашем бизнесе возвращаемся к презентации давайте рассмотрим архитектуру этого приложения мы посмотрели как она работает в действии теперь какая архитектура вот это наша как бы архитектура я ее сейчас расскажу у нас есть в нижней части это наш клиент это первая составляющая наше приложение в верхнем левом углу это внешний сервис gitter сервис которому мы подключаемся по определенному API и берем из него сообщение последний и есть третья часть это наш сервис наш сервер такая вот прослочка между гиттером и клиентом наш сервис наш сервер состоит из трех основных частей это контроллер сервис или бизнес логика уровень сервисов и база данных в которой мы строим все наши сообщения в коде точнее в проекте структура проекта вертикальная у нас есть уровень контроллеров чат контроллер который возвращает нашу яйку есть который позволяет вернуть статистику и последние месседжи у нас есть уровень сервисов который состоит из как бы интерфейсов это чат сервис интерфейс и дополнительные бизнес логика типа по передачи месседжов по подсчету статистики имплементация работы с гиттером и имплементация нашей бизнес логики потом у нас есть уровень persistence как бы persistence часть которая позволяет сохранить наше сообщение в базу данных и представление базы данных структуры базы данных итак какой у нас существующий flow как происходит вообще как это приложение работает в действии у нас происходит первый реквест на получение еще юайки на нашей страничке это идет реквест time leave переходит в бизнес логику и делается первый реквест в гиттер чтобы получить какое-то какие-то последние сообщения так как это блокирующий реквест мы ждем и наш реквест как бы response с гиттера возвращается с какими-то сообщениями следующим этапом полученные сообщения нам нужно сохранить в базу данных то есть мы используем блокирующие базы данных и снова ждем наш трет блокируется результат возвращается и потом мы хотим посчитать статистику и снова идем в базу данных ждем 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 возвращается результат по статистике с базы данных Мы это все агрегируем и отправляем на рендеринг в UI-ку нашу. Все эти данные рендерятся, и у пользователя через какое-то время что-то отрисовывается. Помимо этого, у нас есть маленький кусочек джаваскрипта. Мы же джависты, мы же крутые, джаваскрипт не используем. Все только сервер-сайт рендеринг. У нас есть маленькая часть джаваскрипта, которая раз в несколько секунд ходит на наш сервер и проверяет, не появилось ли что-то новое, какие-то новые сообщения. Вся та же самая ситуация, поход в гитер, сохранение результата потом в базу данных и подсчет статистики. И такое происходит раз в несколько секунд. Как мы подконфигурируем, чтобы сделать real-time приложение, например. Все то же самое. Окей. Какие основные проблемы у такого подхода? У нас пуллинг-модель. То есть что такое пуллинг-модель? Пуллинг-модель можно сравнить с этим. То есть нас просто, наш сервер могут дергать, 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 даже если там никаких новых сообщений нет. То есть пустая работа, которая транжирит ресурсы нашего сервера. Окей. Следующая проблема – это блокинг API, как бы блокинг IO. То, что у нас есть реквест к внешнему ресурсу, это первый блокинг IO. Мы ждем там, наш трет блокируется и неэффективно используется. Потом мы делаем реквест к базе данных, которая является тоже блокирующей. У нас JDBC блокирующий стандартный драйвер, который блокирует наш трет на какой-то период времени. И снова же наши ресурсы неэффективно используются. Как бы это две такие больших основных проблемы. Как нам это решить? Естественно, очевидно, это применить то, что советуют в реактив-манифестах. То есть построить реактивную систему. Давайте разбираться, как ее построить. Начнем с работы с гитером. Для того, чтобы у нас стало более все реактивно, мы должны применить асинхронный месседжинг и push-модель. То есть гитер, когда у него появляется сообщение, это его ответственность за то, чтобы оповестить нас о том, что там появилось новое сообщение, и отправить это сообщение нам. Как это сделать? Как применить? У нас есть гитер-стриминг API. Нам повезло. Помимо стандартного API у гитера есть еще стриминга API, который позволяет создать connection между гитер-сервисом и нашим сервером. Следующая часть. Это блокирующая база данных. Что тут надо сделать? То же самое. Применить эластичность, чтобы под нагрузкой наша база не падала, продолжала жить. И асинхронный месседжинг. Снова же, мы не хотим блокировать наш основной сервер, наши 3D, на то, чтобы дождаться ответа с базы данных. Наша база данных должна асинхронно коммуницировать с нашим сервером. Как это сделать? Применить реактивный database driver. И последняя часть. Это connection с юзером. Последний наш endpoint. Что тут надо сделать? Точно так же. Применить асинхронный месседжинг и сделать push-модель. Как бы отправить статистику и полученные сообщения должна быть ответственность нашего сервера. И он должен сам пушить сообщения, а не клиент должен каждый раз опрашивать наш сервер о том, появилось ли что-то новое или нет. Окей, это можно сделать через веб-сокеты. Мы можем создать веб-сокет-канал, который будет держать постоянное соединение с клиентами и отправлять по этому каналу сообщения. И теперь вопрос. Как это все собрать в кучу? У нас есть одно решение. Естественно, это пятый спринт. Во-первых, это наиболее дешевое и безболезненное решение, безболезненный переход, потому что у нас был в стеке четвертый спринг, и очевидно разработчики сделали все, чтобы перейти на пятый спринг безболезненно. Давайте посмотрим. У нас появился для MVC новый аналог. Это WebFlux, который предоставляет параллельную архитектуру к предыдущему решению. То есть у нас был спринг MVC, под ним сервера API, и кита сервера контейнера. Сейчас у нас есть абсолютно новый стек, реактивный стек, который позволяет делать, который решает нашу проблему, делает нас реактивными. Давайте посмотрим, например, нашего контроллера, нашего ресурса. Вот у нас был стандартный ресурс, как бы Rust Controller, в который возвращал какой-то список статистики по пользователю. Это был блокирующий, как бы, респонс. И при переезде на пятый спринг у нас практически все то же самое. Ничего не поменялось, но ключевой момент, у нас появилась тут коммуникация, как бы работа с реактивными типами. Вот оно, место, где появляется Project Reactor, и уже на выходе мы возвращаем не просто набор данных, а мы возвращаем, как бы, Flux, реактивный тип. Как бы вот она, вот он, вот то место, где спринг нам помогает, как бы, сделать наше приложение уже из коробки реактивным. И для изменения нам минимально кода нужно поменять. Помимо этого, у нас раньше был стандартный стек. Это Jetty, JBoss и Tomcat. И мы, кроме этого, не могли, как бы по факту очень просто использовать другие какие-то фичи. С появлением пятого спринга у нас из коробки поставляется работа с Undertow и с Netty. То есть теперь мы безболезненно можем переехать на Netty, не изменяя, как бы, кучи кода. Это большой плюс. И, собственно, почему Netty? Из коробки WebFlux используют Netty, как основной сервер. А Netty – это асинхронный, Event-Driven Framework. Соответственно, он нам позволяет работать не блокирующе, а синхронно, использовать оптимально наши ресурсы. Давайте посмотрим на новую, как бы, реактивную архитектуру, которую мы хотим построить. Наша новая архитектура будет выглядеть как набор, как бы, труб, которые соединяют всю нашу систему. У нас будет отдельный пайп для коннекшена с Gitter, будет пайп для коннекшена с базой данных, и пайп для коннекшена с клиентом. То есть мы построим такой флоу, по которому будут данные сами бегать. Мы увидим потом это в конце. Как мы будем рефакторить наше приложение? У нас будет четыре основных степа. Мы изменим зависимости, проапдейтимся на пятый Spring. После этого проапдейтим все интерфейсы, полностью сломаем наше приложение. Потом имплементируем все наши изменения, пофиксим наше приложение, сделаем реимплементацию сервисов, и сделаем реимплементацию наших endpoints, чтобы они стали реактивными. Окей. Весь код, который я буду показывать, и все приложение, можно найти за этой ссылкой. Потому если хотите, если у вас есть ноутбуки, можете параллельно со мной смотреть, что я делаю, либо же вы можете потом прийти и посмотреть на этот код дома. Давайте я дам немного времени, чтобы у тех, кто хотел, сфотографировал ссылку. Я могу переключать. Окей. Первый степ. Это апдейт на пятый Spring. Давайте перейдем к сессии кода. Я закрою приложение, которое уже работает. Чтобы оно не занимало нашу ресурсу. Окей. Какая структура нашей работы будет? Я кода много писать не буду. Я буду свитчить коммиты. И мы будем разбирать наши изменения, что поменялось в нашем коде. То есть это будет вот такой вот стиль работы. Начнем с первого коммита. Апдейтимся на пятый Spring. Окей, проапдейтились. Коммит зачекаутился. Смотрим. Единственный файл, который тут поменялся, это buildgradle. Естественно, давайте разбирать, что изменилось. В первую очередь мы проапдейтились на последнюю версию Spring Boot. Видно все. Второй момент. Мы раньше использовали Spring Data GPA. Мы его заменили для demo, как бы, for demo purpose. Мы переехали на реактивную Mongo. Потому что мы хотим, чтобы наше приложение было полностью реактивным. Соответственно, нам нужно использовать реактивный драйвер. Для этого мы используем Spring Boot Starter MongoDB Reactive. и мы заменили стандартный Spring MVC на Spring Web Flags. Как бы вот эта часть. Sorry. Это основные такие значительные перемены. Окей. Двигаемся дальше. Следующим нашим шагом, давайте проверим, что у нас и вправду все сломалось в нашем приложении. Мы запустим компиляцию. Sorry. Сломалось. Не совсем. Но, да, все сломалось. Видите, у нас стек стек трейс ошибок, в котором абсолютно наше приложение уже не рабочее. И мы его не запустим. Во-первых, из-за того, что поменялось полностью зависимости, и, соответственно, у нас старый код не компилируется. Следующим шагом мы меняем как бы наши интерфейсы. У нас появилось в зависимостях, я покажу сейчас. У нас в зависимостях появился теперь Project Reactor, который тянется вместе с модулем Web Flags. Вот у нас уже Project Reactor Core, который приносит нам реактивные типы Flags, Mono, которыми мы разбирались в первой части. У нас тянется вместе с Web Flags еще и Netty. Вот Project Reactor Netty. И вместе с ним тянется Netty. И у нас подтянулась реактивная MongoDB. Вот эта зависимость. Возвращаясь к презентации. Начнем мы с того, что поменяем первый интерфейс, это работа с базой данных. То есть мы начнем изменять наши реактивные интерфейсы и начнем с самого низу. То есть изменение реактивной базы данных. Spring 5 из коробки нам предоставляет замену стандартным нашим репозиториям, GPH, он предоставляет нам Reactive Crad репозитория, которые полностью переделаны на работу с Project Reactor и на работу с реактивными типами. Обратите внимание. Видите? Тут все реактивные типы. Тут нету как бы такого подхода, как был раньше, где возвращалась коллекция данных или один элемент данных. Теперь у нас есть возможность полностью построить реактивный flow, по которому когда-то потенциально начнут идти данные. То есть наша база данных сама, когда результат будет посчитан, отправит нам по реактивному этому flow результат. Окей? Давайте делать это. Если у нас была раньше коллекция, у нас теперь будет Flux, потому что Flux рассчитан на работу с коллекцией данных. И по этому Flux, когда результат будет собираться, он будет поединично отправляться по нашему туннелю. То есть порция данных готова? Да. Естественно, когда у нас возвращался один элемент, у нас возвращается Mono, потому что Mono оптимизирован для работы с одним элементом. И мы точно знаем, что там только один результат. Еще вопросы? Вы можете задавать вопросы во время демо, если вам что-то не ясно, я вам буду объяснять. Окей. Накатываем следующий коммит. В котором мы изменяем наши репозитории на реактивные. Окей. Смотрим, что поменялось. Окей. Лучше? Это презентейшн мод. Это презентейшн мод. Я, если что-то видно не будет, я буду приближать. И на самые интересные моменты я буду увеличивать и показывать их. Давайте смотреть, что изменилось с нашими репозиториями. Начнем с месседж репозитория. Она экстендится от реактив монг репозитория. Под капотом реактив монг репозитория экстендится от реактив крат репозитория. Видим. Ну, почти. Реактив сортинг репозиторий. Вот она, реактив крат репозитория. Но суть в том, что у нас везде реактивные типы. Возвращаемся. User репозиторий мы немного изменили. Мы сделали интерфейс, который просто возвращает реактивные типы. И имплементацию этого интерфейса сделаем сами. Это все связано с тем, что MongoDB это не обычная реляционная база данных. Соответственно, некоторые подходы, которые мы использовали в стандартной базе данных, поменялись. Окей. Двигаемся дальше. У нас все сломалось. Я это снова покажу. У нас продолжает все не компилироваться. Соответственно, места, в которых использовалась юзер репозиторий, полностью сломались. То есть, вот видим, у нас, во-первых, название методов поменялись, у нас не компилируется. И типы, которые возвращаются, уже не соответствуют тем, которые были раньше. То же самое с имплементацией message-сервиса. У нас раньше сохранялись обычным путем данные, у нас подход поменялся, соответственно, код не компилируется. Но это не страшно. Могаемся дальше. Как бы меняем, сейчас мы поменяли, переехали репозиторий, теперь наши доменные объекты тоже сломались, так как они базировались на Spring Data, GPA. Мы их тоже должны как-то мигрировать. Переезжаем. Смотрим, наша доменная область использует совершенно другие. То есть, мы базируемся на документ, на монговский, как бы, аннотацию, которая говорит монге, что все это документы и как бы смотрим, у нас все поменялось, нету никаких старых зависимостей на GPA, спецификацию. И вторая часть, как бы мы поменяли интерфейсы для работы с базой данных, теперь меняем интерфейсы для остальных частей, это для работы с Gitter, для работы, как бы, структуру, наш скелетон, нашего приложения. Начнем с того, что поменяем интерфейс Gitter клиента. Мы переезжаем и смотрим, что мы получили на выходе. У нас появился интерфейс. Давайте, я, наверное, покажу дифы, чтобы вам было понятно, что было раньше и что мы получили. Раньше у нас был интерфейс, который возвращал листы, видим, коллекцию данных. И появился интерфейс, который теперь возвращает паблишер. Я сделал специально здесь паблишер, чтобы показать, что имплементация клиента может быть любая с Gitter. Соответственно, стоит как бы специфицировать паблишер, а не конкретный реактивный тип, так как под капотом интерфейс может имплементирован быть любым способом. Но важно в том, как бы основная штука в том, что тут уже возвращается паблишер, а не конкретный результат. И это очень важно. Снова же смотрим. Все зависимости связанные с Gitter клиентом, где это использовалось, у нас сломались. У нас сломалась наша имплементация, это в первую очередь, и сломалась имплементация самого сервиса. То есть мы использовали клиент, и клиент полностью сломан. Ок. Дальше изменяем следующий интерфейс, это ChatService. Изменяем ChatService, смотрим на него. Снова в дифах. Раньше у нас наш ChatService интерфейс возвращал iterable, какую-то коллекцию. Сейчас у нас возвращается снова реактивный тип. То есть видим, как мы переехали от одного к другому. То есть все снова сломали, и у нас ничего не работает. ChatService использовался в MessageService, и снова видим, что у нас снова все сломалось. Код не компилируется. Двигаемся дальше, ничего страшного. Это не смертельно. Меняем последний интерфейс, это интерфейс MessageService. Ну, не последний, предпоследний. Смотрим на разницу. Возвращались коллекции, листы определенных объектов. Теперь возвращается снова реактивный тип. Мы полностью перестраиваем наше приложение на реактивные типы. То есть наш скелетон стает реактивным. И финальный изменение нашей основы это изменение интерфейса для сервиса статистики. Смотрим разницу. Возвращался один объект, теперь возвращается Flux. Я объясню почему, зачем возвращается Flux, а не Mono, вы поймете для чего я это сделал. Но снова же реактивный тип возвращается, полностью реактивный Flow. Окей, возвращаемся к нашей презентации. мы изменили наш интерфейс и у нас приложение полностью не компилируется. Соответственно следующим этапом мы сделаем имплементацию наших реактивных сервисов. Начнем мы с имплементации Gitter сервиса. Gitter сервис раньше использовал стандартный блокирующий REST темплейт спринговый и делал блокирующие реквесты. Теперь влага из коробки. Spring 5 нам притаскивает еще реактивный веб-клиент, который базируется на нете, который позволяет делать не блокирующие асинхронные реквесты к какому-то внешнему сервису и тем самым не оптимизирует использование наших ресурсов. Веб-клиент выглядит вот таким вот образом, но основное из этого кода это вот эта часть, которая полностью возвращает снова же нам реактивные типы, то есть полная интеграция и соответственно мы легко можем синтегрировать используя реактивные типы наше все приложение. Как это будет выглядеть примерно схематично? То есть с Gitter сервис мы создадим постоянное соединение с Gitter и Gitter сервис сам будет пушить нашему как бы нашему сабскрайберу в этом случае сабскрайбер это наш сервер, слева это Gitter он будет Gitter сам пушить сообщение нашему серверу а мы уже будем как-то реагировать на это. Давайте перейдем к коду посмотрим как это заимплементировать. Накатываем следующий коммит это имплементацию Gitter как бы имплементацию работы с веб-клиентом реактивным. И смотрим что у нас получилось. мы сделали как бы тут есть кусок бизнес-логики по отправке реквеста по созданию соединения по получению результата но как бы с этим вы сами можете разобраться но основное тут на чем я хотел бы сакцентировать ваше внимание это то что в результате мы возвращаем паблишер и тут мы возвращаем паблишер и как бы Spring нам дает полную интеграцию чтобы сделать это и возвращать реактивные типы а не конкретные данные не конкретный результат определенной работы это самое важное в этом коде окей теперь двигаемся дальше мы поменяли как бы первое что мы поменяли это имплементацию работы клиента теперь поменяем работу с этим клиентом то есть имплементацию для работы с этим клиентом и мы проапдейтим наш чат сервис давайте смотреть что тут происходит мы сделали это я вам показываю дифы раньше у нас была одна имплементация которая работала с блокирующим клиентом и мы переехали теперь на полностью не блокирующую имплементацию давайте посмотрим ближе к коду что там происходит я написал часть снова же бизнес логики которая позволяет нам смежить обращу ваше внимание что мы инициализируем наш флоу на этапе создания то есть в конструкторе нашего сервиса соответственно мы инициализируем флоу на старте нашего аппликейшена подсоединяемся к нашему сервису и начинаем уже сразу консюмить результат как бы работы то есть гитар-сервис на старте нашего приложения начинает пушить нам сообщения пушить из двух каналов мы как бы берем сначала последние сообщения последних 30 сообщений из чата и смеживаем этот результат как бы со стримом то есть у нас есть тут коллаборация работы двух разных API обычного и стриминг API после чего мы делаем как бы небольшой резилинс то есть если наш коннекшен оборвется мы будем пытаться переподкручиться и закешируем последних 30 сообщений давайте я сейчас перейду к презентации и мы это более разберем так как это сложный кусок кода я понимаю мы сейчас более наглядно это разберем что мы здесь сделали вот мы написали вот такой вот небольшой кусочек кода для работы с гитар-клиентом этот кусок кода этот наш флоу инициализировал сверху мы видим гитар-сервис который будет отправлять нам сообщения ниже мы видим наши определенные как бы нашу бизнес-логику и наши операторы при вызове вот этих двух функций у нас создастся соединение с гитаром и к примеру сначала вернется респонс последних 30 сообщений сообщения типа данные пойдут далее и попадут в наш оператор реплай который эти данные закеширует независимо от того есть у нас клиенты или их нет после чего как бы соединение закроется так как мы реквестили всего лишь 30 сообщений последних и соответственно сервер нам досылать ничего не будет теперь рассмотрим ситуацию со второй частью когда у нас создалось постоянное соединение с гитар-сервисом то есть стриминг-соединение и в зависимости от того когда кто-то что-то напишет гитар нам будет отправлять отдельные сообщения которые также будут кешироваться то есть у нас есть какая-то очередь в которой попадает новое сообщение и оно вытесняет последнее самое неактуальное и то сообщение удаляется то есть когда новый клиент подключается к нашему как бы сервису он всегда получит актуальных 30 сообщений без дополнительного похода на гитар-сервис то есть без дополнительной отдельной операции соответственно давайте представим ситуацию что у нас оборвалось соединение то есть по идее старое приложение должно было развалиться у нас должны пойти были пятисотки и нам надо было как-то это решать у нас из коробки есть оператор RetriveVan который как бы сделает эту заботу за нас он сам ходит к сервису и пытается к нему переподключиться и даже если и даже если придет новый клиент и он как бы подключится к нашему сервису он все равно получит последних 30 сообщений даже если у нас не будет актуального соединения то есть мы вот сделали вот такой вот фоллбэк всего лишь одним оператором мне кажется это прекрасно окей есть какие-то вопросы по предыдущей части веб-клайент это надстройка на наднете который является неблокирующим то есть у нити есть неблокирующий клиент и вокруг нити есть надстройка у project reactor который позволяет адаптировать вот этот клиент сразу в реактивный флоу то есть это все из коробки предоставляется спрингом двигаемся дальше делаем имплементацию месседж сервиса чего мы хотим достичь месседж сервис чтобы когда к нам пришли сообщения мы сразу же по нашему пайплайну передали это сообщение на рендеринг то есть приходят наши сообщения они как-то обрабатываются и дальше поставляются в механизм рендеринга результата давайте это имплементировать делаем комит который апдейтит наш месседж сервис накатываем этот комит и смотрим на результат что у нас поменялось в первую да снова же у нас инициализация нашего флоу происходит в конструкторе то есть мы знаем что наш бизнес требует чтобы сообщения которые приходили мы сразу же сохраняли в базу данных и эти же сообщения мы еще отправляли на клиенту который подключен я хочу обратить ваше внимание что да у нас сейчас еще немного не вся часть не весь код имплементирован мы следующим комитом пофиксим наш еще маппер который служит для того чтобы преобразовать одни сообщения одни дтошки в определенные реализации для базы данных и для клиента накатываем наш комит который собственно пофиксит это видим что апдейтим наши мапперы проапдейтили наши мапперы и все наш код компилируется у нас рабочая имплементация мы видим как данные из чат клиента сразу же передаем на сохранение то есть мы соединяем два наших отдельных флова воедино соответственно да этот код выглядит немного аглия но я сейчас его переделаю вы поймете в чем мощь реактивного программирования с использованием реактивных таких библиотек то есть наш сорс данных это чат клиент мы вызываем метод стрим и дальше трансформируем наш результат то есть преобразовываем одно в другое по факту и для нашего стрима для наших сообщений сохранение в базу данных тоже может быть простым как бы простой трансформацией соответственно мы можем снова же взять оператор трансформ и сделать что-то типа такого и все у нас чистый понятный флоу что мы сначала трансформируем данные а потом сохраняем в базу данных естественно финальным моментом для этого является subscribe подписка чтобы наш флоу запустился и данные начали сохраняться в базу данных и это понятно читаемо то же самое у нас для чат как бы для возвращения результата нашим клиентам у нас точно такой же флоу и мало кто запутается в этом окей возвращаемся к нашей презентации есть какие-то вопросы по коду еще раз да да я понимаю я уже да sorry это просто отдельный метод который был обозначен в моем интерфейсе это не java stream чтобы все понимали напомню вот этот метод это просто интерфейс да это мой код не не sorry это просто мой интерфейс мой код который возвращает флакс не путайтесь все давайте смотреть как он работает этот кусок кода у меня есть снова же приготовленная анимация которая описывает работу данного куска мы как бы вызовом метода метода subscribe мы подключаемся к нашему чат-сервису который постоянно паблишит данные то есть чат-сервис это hot source в зависимости от того когда мы к нему подключимся мы получим абсолютно разный результат то есть он работает даже если нету сабскрайбера когда мы делаем сабскрайб мы подключаемся к этому source и начинаем получать какой-то результат появляются какие-то данные которые начинают идти к нам результат трансформируется преобразовывается из одного в другое и после чего результат попадает в базу данных и тоже это по сути трансформация и там этот результат сохраняется вторая часть это результат который возвращается к клиенту подключается клиент снова же данные трансформируются и клиент получает сообщение все это реактивный флоу нет так как у нас сабскрайб появляется когда у нас клиент подключает создает соединение по сокету и как бы спринг под коробкой у нас сам подписывается на эти данные и начинает слать нет я этот кейс покажу и покажу как работает резилиенс даже если у нас все части у нас пропал интернет у нас пропало соединение с базой данных наше приложение все равно будет работать и ресурсы нет поскольку мы используем монгу у монга есть реактивный неблокирующий клиент если реактивный неблокирующий клиент видит что у нас пропало соединение мы не можем подключиться к монге оно нас не будет блокировать оно просто знает что все, что-то сломалось, и под капотом там зашит свой резилиенс механизм, который знает, как потом переподключиться. Соответственно, мы не берем ответственность эту на себя, это делают уже имплементированно в реактивном коннекторе. Ну, в нашем кейсе мы, у нас база данных служит как лог-механизм, потому мы туда, естественно, для этого нужно будет писать какой-то код. В нашем кейсе мы просто, если у нас пропало соединение, ну, мы потеряли часть результата. Если у нас восстановилось соединение, мы просто дальше пишем. Естественно, мы можем присоединить какой-то более сложный там механизм, например, подсоединить там кавку, которая будет строить всю историю нашей базы. Либо же мы можем там подсоединить in-memory какую-то штуку, используя просто из коробки project reactor, чтобы если нету соединения, чтобы эти сообщения буферились. И потом, когда соединение появилось, мы эту пачку сразу же отправили. То есть можно несколько подходов применить, и все зависит от того, насколько важны данные в нашем случае. Да? Спринт предоставляет из коробки интеграцию с Mongo, с Cassandra и с Redis. Так как эти библиотеки имеют реактивный неблокирующий драйвер, соответственно, их можно применять. Все, что касается блокирующего соединения или, например, JDBC коннектора, все это блокирующие реквесты, и реактивность они не поддерживают из коробки. Если вам интересно, как адаптировать такую штуку, у меня есть мой доклад на JEConf, в котором я показываю, как адаптировать нереактивную базу данных в реактивный флоу. Но это хак. Да, но это хак. Да. А, ну, например, есть реализация, да, например, с Postgres у нас есть полный драйвер, ну, какой матерский, на GitHub'е написано. Нет, к сожалению, я с Postgres вообще мало работал, но и у меня нету практики работы с таким драйвером. Вопрос. А если у меня есть, например, клиент, там, выходит из сторожа, або такой сервис, який, не глуплющийся, как его важко привязать друг к целому флагу? Покажу пример. У меня будет пример немного дальше, в котором я адаптирую, как бы, нереактив event handling, например, стандартный observer pattern или callback'е, к реактивному флоу. Там есть специальный оператор, который позволяет это легко сделать, преобразовать какой-то event source в реактивный флоу. Будет. Еще маленький. Да. А что означает, что Монго и там message-driven? То есть, Монго сама подослала реквесты на 2 сервера, я срозумею. Message-driven? Как бы, мы сделали какой-то реквест, например, отослали Монго данные, и мы не ждем результата. Монго сама, когда эти данные засторятся, кинет нам callback о том, что результат сохранился, и вот ты теперь можешь отреагировать на этот результат. Либо же другой кейс. Мы делаем реквест на данные, мы хотим получить какую-то пачку данных. С JDBC мы бы подождали, пока наш результат вернется, и тогда бы его обработали. В этом случае мы послали реквест, открыли, как бы, у нас положили в память callback, и дальше Монго как бы сама возьмет этот callback и нас дернет в тот момент, когда результат будет готов. У нас именно вот мы в последней части, когда будем соединять наш сервис с клиентом, мы сделаем, как бы, WebSocket соединение, по которому по приходу сервер сам будет слать результаты. Я покажу, это тоже увидим. Да. Ну, проще всего люди на сегодняшний день знакомы с WebSocket, и проще всего сделать такую реализацию, используя WebSocket. Но окей, это позже будет. Вторая составляющая часть из наших трех – это статистик сервис, который позволяет нам, как бы, считать результат статистики на основе тех данных, которые мы засторили в нашей базе. То есть, чего мы хотим добиться в статистик сервиса? Раньше мы делали по приходу результата, мы делали еще дополнительную одну ходку в базу данных, чтобы было не круто. Нам надо как-то сделать так, чтобы статистик сервис был оповещен о том, что результат изменился, то есть, как бы, данные в базе данных изменились, и только после этого пересчитывать статистику. То есть, снова же мы должны использовать реактивное программирование и реагировать на результаты изменения базы данных в статистик сервиса. То есть, примерно это будет выглядеть так. Приходят сообщения, и по другому соединению у нас сразу выходит статистика, пересчитанные, отправляются клиенту на экран. Давайте смотреть, как это можно сделать. Возвращаемся к нашим коммитам и накатываем коммитик. Смотрим. У нас появились изменения в статистик сервиса. У нас появились изменения в статистик сервисе. Мы полностью используем, снова же, project reactor, строим реактивный flow. И предполагаем, что мы можем оперяться на sprint framework, и sprint framework, как-то используя под капотом его механизм отправки ивентов, будет нас оповещать о том, что в соседнем компоненте что-то поменялось. Соответственно, нам нужно адаптироваться вокруг спринга, то есть вокруг стандартного спрингового ивент листинга. Вот это тот пример, когда нам нужно адаптировать нереактивный flow в реактивный. Для этого мы используем оператор create. Оператор create нам дает возможность установить определенный хендлер, на вход которого первым параметром приходит flag sync. Это определенный переход от определенный observer, у которого есть метод next, в который мы можем передать данные. Точно так же, если случится ошибка, мы можем вызвать, например, error или complete, и тем самым нотифицировать ниже лежащий стрим о том, что результаты обработки или наши данные завершились. То есть вот таким вот образом мы адаптируем нереактивный flow, нереактивные листнеры в реактивный наш flow. Естественно, мы тут применяем, нас требует этот оператор, чтобы мы применили какой-то backpressure механизм, мы применяем backpressure latest, то есть нас по сути интересуют только последние изменения. Если во время нашей ходки в базу данных пришли еще какие-то, мы не успеваем эти ивенты обработать, мы их просто скипаем, и нас все равно интересует только последний результат, так как статистика всегда будет актуальной. Дальше мы преобразовываем этот ивент в статистику, то есть когда пришел ивент о том, что у нас что-то поменялось, мы делаем ходку в базу данных, пересчитываем результат, и этот результат кешируем. Когда у нас сообщений вообще нет, мы при первом соединении делаем специальную отдельную ходку в базу данных и собираем статистику, которая была для этого пользователя, независимо от того, пришли какие-то сообщения во время его сессии или нет. И этот результат потом кешируется, снова же показывая, что это все из коробки, все эти операторы предоставляются нам из коробки в Project Reactor, и мы легко используем вот такие вот фичи, например, как закешировать последний результат. Так как это снова же настройка нашего флова происходила в конструкторе, и у нас есть еще метод такой, как getUserStatistic, который ходит в базу данных, собирает определенные данные и как-то их компонирует. Сейчас мы разберем, как это работает. Если есть вопросы, задавайте. Да. Снова же, если у нас блокирующий, у нас есть операторы subscribe on, которые я упоминал в предыдущей лекции, которые позволяют вот все такие операции, тяжелые, как ходка в базу данных, выполнять в отдельном треде. Но вообще идеально, когда мы используем реактивное программирование, у нас должно быть все нон-блокинг. Соответственно, у нас такие кейсы, где блокируется, что-то блокируется, абсолютно не подходит, потому что это не оптимальное использование ресурсов. Окей. Есть еще вопросы? Я покажу. Не покажу, расскажу. Окей. Кэш 1 нам дает возможность закешировать последнюю статистику. Если вдруг у нас отвалилась снова же база данных, у нас наш флоу не свалится. У нас будет всегда закешированный один результат какой-то, актуальный по статистике. Так как статистика будет актуальна для всех людей, которые подключились в наш чат. Соответственно, статистика одна. И для каждого пользователя отдельно нет смысла ходить в базу данных, и проще взять из кэша просто актуальную статистику для нового сабскрайбера и вернуть ее. А когда у нас уже пришел результат о том, что что-то в базе данных изменилось, тогда мы пересчитаем нашу статистику и закешируем новый результат. Makes sense? А если мы будем скейлить, например, в нашу амбукацию, и одна нода закешует, а другая не закешивается, может быть, по главу? Да, это будет проблемой. Но у нас вот такой вот простой кейс, соответственно. Мы момент со скейлингом тут не рассматриваем. Окей, сейчас рассмотрим вторую часть, которая связана с тем, как наши результаты с базы данных по статистике сливаются как бы воедино. Это метод doGetUserStatistic. То есть вот мы сделали реквест в базу данных. Например, найти наиболее активного пользователя. Результат нам вернулся и дальше пошел на трансформацию. Отработал мэп, который трансформировал наши данные. Так как данные у нас появились, у нас есть еще fallback оператор default if empty. То есть если у нас нет никакой статистики, мы должны что-то вернуть. Не ошибку, а какой-то результат. Естественно, fallback у нас будет какой-то empty user. Но так как результат есть, ничего не произошло. Дальше мы зипуем результат, так как необходима статистика и по наиболее активному пользователю, и по наиболее популярному пользователю. И, соответственно, нам нужно дождаться результата из соседнего реквеста. Ждем результат. Результат не приходит, потому что нету данных. Никого не упоминали. Естественно, результат трансформируется там как-то, идет по нашему флоу. И тут отрабатывает default if empty, наш fallback. Мы видим, что у нас нет никакого результата, значит возвращаем пустого пользователя. Накладывается наш fallback и возвращается. После чего результат объединяется и отправляется нашему сабскрайберу. И последняя часть, реально последняя, это наши endpoints. Да, вопрос. У нас нет блокирующих операций, потому что мы используем Mongo, а там реактивный, не блокирующий клиент, драйвер. Да, это может быть потенциально… Да, запоминают в памяти результат. И этот результат ждет соответствующего результата из соседнего флоу. То есть мы храним данные в памяти, но ничего не блокируем. И у нас такой проблемы не будет, во-первых, потому что мы в коде… Я сейчас вернусь, покажу. Используем backpressure операцию overflow strategy latest. То есть если мы не успели получить результат, то все сообщения, как бы все нотификации о том, что база данных изменилась, будут просто скипаться и сохраняться последние. Соответственно, у нас на zip не будет узкого места. База данных базуется на заменах в базе данных? Да, то есть когда у нас в одном… У нас есть еще следующая часть, которая будет оповещать наш… Я еще не показал эту часть. У нас есть часть имплементации кода в message-сервисе. Которая позволяет нам как-то оповещать статистик в сервисе о том, что что-то поменялось в базе данных. Давайте посмотрим, как это имплементировано. Вот наш flow. Да, сейчас. Сейчас, Тарас, момент. Вот наша как бы репозитория, в которой мы сохраняем наш результат. Дальше мы… Результат сохранения, то есть данные сохранились, и когда-то Mongo нам вернет ивент о том, что данные сохранились. Мы этот ивент перемайпим в message-saved-event и отправим через спринговый контекст. То есть мы используем сприн для того, чтобы как бы оповестить все компоненты, заинтересованные в изменении в базе данных. Соответственно, наш соседний заинтересованный компонент это статистик-сервис, в котором мы адаптируем вот так вот спринговый контекст и слушаем из спринга наши ивенты, дальше будет реагировать и вызывать как бы пересчет статистики. Окей? Последняя часть – реактивные эндпоинты. Что мы хотим сделать? Мы хотим, чтобы между нашим клиентом и сервером создалось постоянное соединение, то есть клиент делает реквест, и между сервером появляется вот такой вот pipe, connection веб-сокет, по которому дальше сервер сам может пушить сообщения, и клиент будет их как-то рендерить. Spring снова же из коробки предоставляет нам адаптацию реактивных веб-сокетов. Реактивные как бы веб-сокеты заключаются в том, что есть веб-сокет-сессия, которая снова же полностью работает с реактивными типами и позволяет нам использовать реактивный флоу и не думать о том, когда нам нужно, когда данные появились, а позволяют построить реактивный флоу, по которому будут когда-то, когда появятся данные, течь. Переходим к коду. Снова накатываем следующий коммит, который позволяет сделать имплементацию реактивного, как бы использование реактивных веб-сокетов спринговых. Тут много кода, так как я хотел по максимуму оптимизировать инфраструктурную работу. Если вам будет интересно, то вы заглянете и посмотрите, как это все реализовано. Но ваше внимание я хочу обратить только на одном интерфейсе, который возвращает паблишер. Снова же, мы возвращаем флоу, то, как будут данные течь, а не сами данные. Соответственно, у нас есть чат-ченнел, который возвращает флакс, реактивный тип. И так как у нас всего лишь одно соединение, мы будем в это соединение сливать данные по сообщениям, и, соответственно, в это же соединение мы будем сливать данные по статистике. Дальше у нас есть умный JS клиент, который по структуре полученных сообщений будет разбираться, какой тип это данных, это сообщение, его нужно отобразить на экране, либо же это статистика, его нужно отобразить в верхней плашке. У нас что тут происходит? У нас есть подключение к месседж сервису и получение последних сообщений, которые возвращают флакс, и статистик стриму, который тоже возвращает флакс. То есть вот этот момент, почему использовать нам нужно флакс, так как статистика это просто тоже как бы стрим, который каждый раз отправляет новую и новую статистику, как бы последнюю статистику пользователю. И все это мы сливаем в единый один поток. Окей. Переходим к коду, смотреть, как это работает. Вот наша реализация. То есть у нас есть два сорца. Сорса – это статистика и месседжи. И дальше мы сливаем это все в наш нетворк-канал, то есть конечному пользователю. Давайте посмотрим, как это будет работать. Например, пришло сообщение. Оно попало в оператор мерч, который дальше уже отправит, грубо говоря, по нетворку сообщение. В это же время может отработать и статистик, стрим, и прийти какой-то результат по статистике. Он тоже попадет в оператор мерч и дальше отправит этот результат клиенту по нетворку. Давайте теперь мы изменили практически все наше приложение и давайте посмотрим на всю новую реактивную архитектуру. Как это полностью работает? Что мы построили в результате? Мы построили сервер, который полностью описывается флоу, по которому данные, когда они приходят, начинают течь, и все это работает хаотично, асинхронно, в результате чего пользователь получает какой-то результат, который отображается на экране. Это абсолютно другой подход, по которому наш сервер просто реагирует на результаты, и данные текут по нему. Давайте посмотрим теперь на то, как это работает в действии, работает ли вообще наш новый написанный сервер с новой архитектурой. Напоминаю, это ссылка на гитер-чат. Вы можете еще раз зайти, и тут понадобится как бы ваше участие. Снова же. Да, это все тот же самый канал, просто я напоминаю, те, кто не успел зайти, могут еще раз зайти, посмотреть, что там происходит. Я накатываю последние как бы коммиты, которые не связаны с имплементацией, там настройки. И выхожу из презентейшн-мода, перестраиваю приложение и запущу его. Выпускаем наш сервис и смотрим. Нам нужно поднять Mongo-сервис. Смотрим, или он работает. Нет, он не работает. Соответственно, у нас приложение кинуло некоторые ошибки, но все равно запустилось. Но соединения с Mongo нет. Для этого мы, естественно, запустим нашу Mongo. Mongo запустилась. Наше приложение заработало. Не страшно. Я перезапущу, я почищу все-таки логи и перезапущу приложение, чтобы показать вам один важный момент. Вот этот важный момент. У нас запустился Netty сервер. Раньше у нас запускался Tomcat сервер, когда я показывал в начале второй части. Теперь у нас приложение из коробки сразу запускается на Netty, на неблокирующем сервере. У нас все супер отработало. И давайте смотреть на нашу UI. Можете начинать писать и сообщения будут приходить. Окей, все работает, да? Вы видите, вы сами пишете сообщения, все суперски работает. Давайте теперь рассмотрим кейс, когда у нас пропало соединение с интернетом. Я отключаю Wi-Fi. Естественно, самые последние сообщения уже не попадут на экран. Как бы соединения нет. Но давайте обновим страницу и посмотрим, наше приложение все равно работает. Как бы никаких траблов не происходит. Давайте переподключимся и посмотрим, будут ли приходить сообщения. Ждем. Мы подключились к логике Гвест. Смотрим, или нам логика не выслала какие-то реквесты. Попробуйте что-то теперь написать. Да? Вот. Давайте я что-то напишу. Что напрямую можно написать? Окей. Даже я что-то написал. Видите, соединение как бы пропало, наш сервер перестал жить, работать с внешним сервисом и все равно, когда я переподключил соединение к интернету, я ничего, не перезапускал сервер, просто перезагрузил страницу и сообщения начали все равно работать и идти сами. Вот он Resilience. Второй кейс, например, давайте потушим теперь Mongo. Не свалится ли в этом случае у нас все? Смотрим. Вот как бы наш докер-контейнер, в котором запущена Mongo. Я нажимаю Ctrl-C и все, наша Mongo потушилась. То есть соединение, вот у нас пошли какие-то ошибки, но приложение все равно работает. Смотрим на наш UI. Он продолжает работать независимо от того. Вот это людям нечем заниматься, да? Но все равно это работает. Но в базу это не пишется. Но да, у нас есть одна проблема, в базу это не пишется. Ну, это не критично. Естественно, переподключаемся к Mongo. Mongo наша запустилась. Естественно, статистика, которая была раньше, она не актуальна. Например, я напишу, например, упомяну у себя. Короче, статистика меня подвела. Но нет. Окей. Возвращаемся к нашей демонстрации. И давайте сверимся с нашим чек-листом. Это наш реактив манифест, который описывает реактивную систему. Давайте посмотрим, или правда наша система стала реактивной. Начнем с того, или она message-driven. Да, мы используем реактивное программирование, мы используем project-реактор, который является message-driven. У нас есть какое-то подобие resilience. То есть при отключении интернета наше приложение как бы все равно немного урезало функционал, но оно продолжило работать, оно продолжило отображать какие-то сообщения. Отключаем Mongo, все равно продолжает работать. Круто. Соответственно, наше приложение стоит responsive. Независимо от того, что происходит с нашим сервером, как бы с нашим сервером, с нашим сервисом, у нас все равно приложение возвращает какие-то ответы. Единственный момент, который мы не увидели, это эластиси. То есть мы не увидели, как наше приложение может масштабироваться. Project-Reactor предоставляет под капотом некоторые возможности по масштабированию. также можно сконфигурировать нети и тем самым добиться сколько отдельных тридов будут обрабатывать пользовательские реквесты. Но это не совсем та эластичность, которая описывается в реактив манифеста, так как это мы конфигурируем руками. Соответственно, это будет небольшой хак и эластичности мы в этом примере, к сожалению, не достигли. Такой, как она должна быть. И summary. Да, вопрос. Я не показал момент с тестированием, но Project Reactor есть отдельная библиотека, написанная для того, чтобы тестировать реактивные флоу, написанные на Project Reactor либо на реактив стрим спецификации. Есть Step Verifier, который позволяет заассертить, прочекать или те данные, которые мы ожидаем, реально пришли. То есть вы можете зайти на сайт Project Reactor и почитать немного подробнее. Соответственно, я не останавливался на этом моменте, так как пришлось бы по-хорошему перетестировать все приложение. Да. То есть этот код на сайте? Да. Да, они большие, в них сложно разобраться, но Project Reactor позаботился о том, чтобы легко было отдебажить, в каком месте у тебя произошла ошибка. Там есть ряд операторов, которые позволяют сделать такую штуку, как чекпоинт, проверить или дошло сообщение до этого места. Также Stack Trace, если что-то происходит, говорит примерно в каком операторе, в каком месте произошла ошибка и что это за тип ошибки именно нативные. Не просто, что у тебя свалилось все приложение с какой-то непонятной ошибкой, а именно показывает приблизительно место и что это за ошибка была. То есть читаемость есть, это не такой ужасный. Как бы Stack Trace. Нет, чекпоинт это просто механизм, который позволяет залогировать, что данные прошли этот чекпоинт и они дошли до этого оператора. Потому что, когда мы дебажим наш флоу, единственная проблема с дебаггингом такого механизма, таких реактивных флоу, то, что это данные, мы не дебажим реальные данные, мы просто смотрим, мы строим флоу и данные по этому флоу когда-то будут идти. Соответственно, приемы для дебаггинга такого кода совершенно другие. И вот один из приемов это чекпоинт, который позволяет залогировать, что данные прошли мимо этого оператора. А если у нас было несколько экземпляров для тех, что мы не запустим его, а как мы будем ускорживать то, что мы прочитали из предотклаза между собой? То, нам нужно досягать все одно и поэстейту, и что у нас все реактивные и все эстейты, по факту, то одно из грамотных эстейтов. В випадке, что может быть этим строительством достаивать такие реализации? Хороший вопрос. То есть вопрос, что может быть Source of Truth для наших микросервисов? Снова же, есть куча больших таких огромных стриминг-процессинг-механизмов, как Kafka. Мы можем отдельно после окончания доклада обсуждать, подискутировать на эту тему, если короче, эта дискуссия может не совсем быть всем интересной, потому я предлагаю потом об этом обсудить. Еще-таки питание на рахунок мессессер-либинга. То есть реактор вы должны видеть в вас, но на этом у нас определяется какие-то мессесси, какая реальная договора, это экзактный банс, что может быть в дуале мессесси, какие выборы для того подсерпания? Project Reactor дает нам гарантию, что сообщение одно, которое было когда-то отправлено каким-то источником данных, будет единожды отправлено по системе, то есть экземпляр объекта будет всего лишь один в памяти. По нашему флоу переходит ссылка на этот объект, и по факту мы можем параллелить результаты обработки, но ссылка будет одна и та же. И в таком подходе я не вижу места, где могло быть дублирование результата. Этот кейс подходит естественно для каких-то месседж Q или например Kafka или GMS или прочее, в которых есть такие проблемы, что мы постоянно отправляем одно и то же. Для одного плекейшена в одном мемори, на одном хосте такой проблемы не должно быть. Да, Да, мы можем, у нас есть несколько вариантов. Мы можем консильнуть Flow, либо если нам в нашем Flow необходим, точнее это сообщение не нужно, мы можем его отфильтровать, просто используя оператор фильтр. Давайте я сейчас подытожу результаты нашей презентации, наших двух частей, и потом у нас будет отдельная сессия для вопросов и ответов. Окей? Баря. Баря. Окей. Summary. В первой части мы изучили, что такое вообще реактивные системы, снова же, и реактивное программирование. Это два отдельных понятия, которые позволяют при помощи реактивного программирования построить реактивную систему. Хочу обратить ваше внимание, что можно для того, чтобы построить реактивную систему, использовать не только реактивное программирование. Есть еще тысяча один способ, который позволит построить реактивную систему. Но просто реактивное программирование хорошо вписывается вот в такой вот дизайн и в такой и в имплементацию реактивной системы. Во второй части мы, используя реактивное программирование, построили реактивную систему, отрефакторили существующий код, который был на моем проекте, приблизительно, естественно, я завуалировал его, и отрефакторили это приложение, полностью построив реактивный флоу с минимальными затратами, минимальными изменениями. Соответственно, круто быть реактивными.